Друзья, всем привет! Жуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Сегодня мы с вами разберем момент, который, ну, не очень интересен мне, но довольно радует многих из вас. Сегодня мы посчитаем чужие доходы. Да, со всех сторон мне начали писать, извинись перед Фатеевым, ты вел людей в заблуждение, люди с тобой не заработали. Так вот, давайте, мои дорогие, разберемся, сколько же можно было заработать, просто повторяя мои сделки. Хотя, я еще раз говорю, я очень бы не хотел, чтобы вы повторяли мои сделки. Я здесь на ютубе для того, чтобы поделиться своими соображениями по рынку, а вы сделали свое суждение уже из множества анализов, в том числе из своего, и приняли свое торговое решение. Но все же давайте к интересному. Для начала, все мои ордера находятся в открытом бесплатном доступе в нашей группе ВКонтакте. Ссылку на эту группу вы всегда можете найти в описании. Я выписал ордера своего последнего торгового периода, выписал ордера, на которых я набирал позиции и, соответственно, посчитал в процентном соотношении, какой доход мне принесли набранные мною позиции. Я набирал позиции по Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum и Zcash. При этом каждый актив я фиксировал выше. Например, Bitcoin Cash мною был продан на уровнях 888 и 610 долларов, Ripple был продан по 36.41 цент, а Ethereum продавался выше уровня 200 долларов. Но это не важно, мы с вами разбираем исключительно накопление. Bitcoin Cash я набирал по 219 долларов. На данный момент позиции по Bitcoin Cash я не закрывал. Стоимость актива составляет 304 долларов, что приносит на данный момент 39% чистой прибыли. Ripple. Ripple я набирал на уровне 29 центов. На данный момент он стоит 36 центов. Также позицию по Ripple я не фиксировал. На данный момент доход 24%. Zcash я набирал на уровне 52,4 долларов и половина мною была зафиксирована на уровне 73,7 долларов, что составило 40% от закупочной цены прибыли. А теперь самое интересное. Самое интересное это Ethereum. Ethereum мною был закуплен на уровне 86 долларов. Продавал я его по двум уровням 103,7 и 146 долларов, так как там был памп. Средняя цена продажи составила 125 долларов, что составляет 45% чистой прибыли от закупа. Далее мною было проведено довольно большое количество набора позиций. От 105,8 долларов до 130,7. Со средней стоимостью 118 долларов. И две трети этих активов по уровню 132 долларов с 12% профитом было мною продано. Далее мне было очевидно, что будет продолжаться рост. И на откате все эти активы я перезакупил на уровне 126 долларов. И на данный момент я начал фиксировать этот актив. Мною был фиксирован актив на уровне 144,1, 158,5, 167,6 и 184 долларов. При этом средняя стоимость продажи актива составила 164 доллара. И также у меня остался эфир от закупа на уровне 118 долларов. Что в среднем дало мне 86% профита на эфире. Но это не совсем правильный процент. Потому что когда ты продаешь актив, а потом перезакупаешь ниже, ты получаешь большее количество криптовалюты. Соответственно продавая на более высших уровнях, твой процент дохода еще выше. И учитывая этот момент, по факту общий профит составлял более 200%. Также у меня была плохая сделка. Это сделка на усреднение Биткоин Голда. Я хотел продать его по 12,5, но я его продал малую часть, 1,4 актива. И хотел его перезакупить на уровне 10 долларов. Соответственно с этим ростом Биткоин Голд у нас вырос до уровня 18, что составило 40% минуса сделки. Но сделка не является убыточной, потому что я ее еще не фиксировал. Так как рассматриваю общие нисходящие движения по рынку. Но это тоже надо держать в уме, так как такая сделка имела место быть. Итого несложными вычислениями, сложив профитность от тех сделок, которые я давал своих, мы получаем общую профитность от набора позиций 189%. В реальности этот процент гораздо выше, потому что когда ты продаешь по верхним уровням и покупаешь ниже, соответственно ты увеличиваешь количество монет, ну и на продажу ты получаешь больше. Оценивая свой биржевой баланс, на наборе около донных позиций я сделал плюс-минус 300%. Да, я не успел поймать данный рост по биткоину, но для этого у меня есть альты. Надеюсь, заморочившись и рассказав вам свою историю сделок по набору позиций, вопросов ко мне в комментариях станет гораздо ниже. А что касается Фатеева и его приспешников, то уровень непрофессиональности его и его команды, ну он просто поражает. Итак, друзья, пару слов о спонсоре выпуска и мы разберем с вами ситуацию по биткоину, чего нам стоит ожидать от этого актива. Друзья, спонсором выпуска является проект Fairplay. Fairplay это первое лицензированное крипто-казино с контролем честности на блокчейне. Ребят, люди разные, кому-то азартные игры вообще не нравятся, но те, кому необходимо удовлетворять такую вот азартную потребность, лучше пользоваться проектами, которые отличаются максимальной надежностью. Проект использует в своих играх блокчейн-платформу TruePlay. А это значит, что все ставки, проигрыши и выигрыши в зашифрованном виде заносится в блокчейн, данные в котором изменить невозможно. Таким образом, Fairplay защищает своих игроков, гарантируя прозрачность результатов и невозможность изменить ход игры или повлиять на вероятность выигрыша или проигрыша. Сайт доступен на английском и русских языках. Служба поддержки работает 24 часа в сутки и обслуживает как русскоговорящих, так и англоязычных клиентов. Fairplay дарит всем бездепозитный бонус после регистрации. Для подписчиков моего канала дополнительный бонус. Регистрируйтесь на Fairplay, используйте промокод Trade и получите плюс 150% на свой депозит. Ссылку на проект вы можете найти в описании, а мы с вами продолжаем. Друзья, начнем с краткосрочной ситуации по рынку. Разберем с вами биткоин. Для начала хотел бы сказать, что на данных манипуляциях, конечно, краткосрочно прогнозировать актив, но дело крайне неблагодарное. Но все же здесь есть предпосылки для более вероятных движений. Учитывая просадку объемов торгов и то, что без объемов мы с вами пошли к уровню 5300, довольно спокойно там поболтались и начали от него отбиваться. Вполне логично сейчас ожидать актив внутри рамках канала, у нижней его поддержки на уровне 5000-5070 долларов. Если разобрать ситуацию глобально, то вот я в прошлом выпуске говорил свое предположение, что нам с вами начнут показывать рост, но не дойдут до уже существующих границ сопротивления, на которых вероятнее всего должны будут быть продажи. Нам с вами нарисуют новый уровень. И так действительно произошло. По факту волна адекватного сброса позиций находится на уровне, ну, начиная с уровня 5650 долларов, ну, где-то до уровня 5750. Это адекватный уровень, на котором по-хорошему надо сбрасывать позиции. Но вместо этого нам с вами показали максимальное движение, на котором реально можно было продать до уровня 5350 долларов. Здесь довольно простая логика. Человек, который набирал позиции ниже, понимает, что уровень 6000 долларов 6200 с одного раза будет пробить, ну, довольно проблематично, и пробитие это будет, ну, очень с низкой вероятностью. Поэтому для того, чтобы зафиксировать свой профит, ему надо по-хорошему фиксироваться на предыдущей зоне сопротивления, который не является сверхсильным, но который, вероятнее всего, отыграет. Эта зона сопротивления как раз находится на уровне 5700 долларов. Маркетмейкер же здесь делает таким образом, что проторговывает до уровня 5400, дальше отправляет нас вниз. Таким образом, крупняк, во-первых, заставляет засесть трейдеров в активе. Во-вторых, крупняк не может выйти в один ордер. Ему нужна фаза распределения, которую, по моему предположению, мы сейчас начинаем видеть. А точнее, мы видим предпосылки для ее формирования. Но в этом нужно убедиться, посмотрев хотя бы еще несколько закрытий дневок. Соответственно, сейчас, по моему предположению, крупняк у нас выбрал уровень. Соответственно, на этом уровне мы с вами консолидируемся. Причем, разгрузки крупняка у них всегда видны. Они всегда идут довольно резко красной свечой. Но продавать всю позицию просто нельзя, потому что, ну, не будет с этого никакого профита. И надо максимально на этой консолидации распределить свои активы. Распределить, я имею в виду продать, выйти из сделки. Но пока что это мое предположение, которое очень похоже на правду. Но нам все равно нужно посмотреть еще хотя бы несколько дневок. Посмотреть, будут ли у нас резкие свечи. Особенно до уровня 5000 долларов. Если мы будем опять наблюдать с вами резкая свеча, уровень 5000 долларов, легкий рост, опять резкая свеча. Можно с вами расслабиться и опять ожидать похода в уровень 4000 долларов. Если рассматривать ситуацию глобально, определенно данная ситуация не похожа на обычный сетап. Сейчас просто манипулируют рынком. И на этих манипуляциях лично, я думаю, что уже делают разгрузку позиций. Теперь по поводу рекомендаций. Входить ли в актив, выходить ли из актива. По поводу входа в актив. Точки входа сейчас точно нет. Определенно. А по поводу точки выхода. Точка выхода есть. Это пробитие уровня 4700 долларов, что, соответственно, подтверждает сценарий того, что мы с вами увидели зону распределения. Обратно возвращаемся к уровню 44200. А по поводу торговли внутри дня, я считаю, что риски слишком высокие и от них лучше воздержаться. Своими соображениями по рынку с вами поделился. Если был полезен, поддержите видео лайками. Оставляйте свои мысли в комментариях. Ну и, разумеется, если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин